Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы исследуем уникальный виски. Я за ним, честно говоря, гонялся. Называется Бруклади Бео Барлей. Чем он такой уникальный? Он уникальный тем, что он сделан на сорте ячменя Бео. Это старинный сорт ячменя, который использовался в 18-19 столетии. Первые пивоварни его используют, первые винокурни его используют, лепешки из него пеклись, пока его не заменили более молодые какие-то более новые сорта. И вот винокурня Брукладиа решила его восстановить и сделать именно из этого виски. Этот ячмень он выращивается очень сложно. Он дает урожайность намного меньше, чем современный ячмень, он надоет меньше спирта, чем современный ячмень. И большинство винокурен современных в погоне за деньгами его просто не используют но вот бруклади решила использовать у него шестирядная соломка у нового ячменя который сейчас используется шестирядная соломка и очень ну маленькое зерно по сравнению с новым ячменем который использует двухрядную соломку и у него большие зерна именно из-за того что маленькие зерна у бруклади чуть не сломался его чан когда они когда него перемалывали потому что как вы знаете для ну в стандартный такой состав при перемоле это 70 процентов это перем измельченного зерна 20 процентов шелухи и 10 процентов муки если это по-другому идет то у вас может если муки будет больше то у вас может засориться заторный чан и видать у них тоже самое произошло потому что бруклади написала что они заторном чате чане извините чате чане уменьшили с 7 и 2 тонн до 5 тонн чтобы все нормально проходило и на выходе они получили около 300 50 тонны около 350 литров спирта а при нынешнем при новом ячмене получается более 400 литров спирта соответственно это очень невыгодный ячмень но бруклади зарекомендовала себя как винокурня которая верит в ячмень и вот мне стало очень интересно то есть этот виски куплен ради ячменя ради того что я хочу попробовать действительно ли ячмень настолько влияет на виски как вот бруклади рассказывает более того если вы есть два вида бео это 2008 года и 2009 года и вот если вы зайдете на сайт бруклади и посмотрите они прям показывают что погодные условия 2009 года отличались при выращивании ячменя отличались от погодных условий 2008 года ячмень выращивался на аркнейских островах я не знаю это хорошо или плохо просто это везде указано я вам тоже сказал я там не был поэтому возможно это очень красивое место возможно это для ячменя так на друзья ну что открываем пробуем мне очень интересно упаковка очень красиво еще что очень интересно вот тут какая-то такая вставка что он еле-еле выдвигается вот слышите звук и то есть вот такой здесь силикон лежит для того чтобы он надежно наверное был сейчас я его открою есть есть виски натурального цвета я думаю что да вот написано прям не фильтрованы натурального цвета виски сейчас мы его закроем чтобы он не выдыхался с 50 градусов если я не ошибаюсь он выдерживался в американской бочке и быстрее всего когда пишут american ок это бурбон они не дымный не торфяной on pit от на нем написано друзья цвет у него очень красивый это не янтарь это скорее вот наверное это можно как золотой написать если не ошибаюсь на официальном сайте он что-то с рассветом связано но я вам называю каких я вижу это золотым ну что маслянистость еще не сказал цену если опять же я не ошибаюсь а вспомнил 55 евро он не обошелся так аромат ну я просто я честно говоря я балдею от этого аромата это ну ни на что не похожий аромат 50 градусов алкоголя абсолютно не ощущается аромат свежести аромат тонкой сладости абсолютно не сладкий аромат аромат ячменя ощущается такой знаете сбалансировано свеже сухой аромат без и излишней сладости с ароматом ячменя очень приятный аромат мне ароматы даже скажем так очень необычный аромат очень интересный аромат то есть не такой многогранный как бы хотелось наверное хотя еще дам другу за кадром итак первый глоток на это сложно будет описывать это настолько необычно что ну не подходит не под какую-то палитру мне кажется что у меня сейчас после после вкусе просто какая-то ячменная лепешка очень ну необычно пока держал во рту крепости не было когда сделал глоток конечно полил все рецепторы друзья ну давайте его секунд 10 попробую подержать так как это нас я не знаю точно я думаю что он более молодой но давайте попробую если так дальше пойдет то моя любимая винокурня айлы станет брукладе значит пока ты его держишь во рту пока я его держу во рту это просто я не понимаю как 50 градусов могут не ощущаться во рту пока ты его держишь вот я его держу 10 секунд досчитал я могу можно задуматься досчитать наверное до 20 секунд абсолютно нету крепости ощущение ну вот я наверное как-то сейчас скажу так ощущение спокойного моря ощущение какое-то вот такое какое-то знаете это мыслью по древу как говорится ощущение в такого вкуса небольшой солености нету не торфа не едированности есть легкий намек на сладость вот ну вот вот почему-то она у меня так с таким вот с морем со слабо соленым вот показалось при глотке ощущается крепость она буквально но на пару секунд тебя так сковала отпустила сейчас после вкусе очень необычно она легкая она не навязчивая она вот как будто оттенком как будто она у тебя маром над языком даже не на языке вот ощущение какого-то ячменя вот я бы таскал ячменя ну со сладостью хорошо это от бочки ваниль пришла ну ну давайте еще сейчас во время глотка вам расскажу что происходит свежесть сухость сладость какая-то неуловимый оттенок бочки такой очень легчайший такой тонины этапе не даже не тонины древесный оттенок тонинов здесь не может быть древесный оттенок я дегустировал на сегодняшний день вот бруклади порт шарлотт бруклади октамор 8 1 и вот бруклади био значит все три просто восхитительный каждый по-своему я сейчас даю другом другу за кадром может он как-то это очень вкусно это очень необычно необычный аромат я не могу сказать что многогранен и но возможно этот виски вот как я люблю рассказывать побуждает вот вот бруклади и 2009 бео побеждает меня купить еще какой-то бруклади это очень интересный виски и я с удовольствием познакомлюсь еще с каким-то одну секунду даю другу не при итак друзья снова с вами а значит а наш вердикт это самый необычный виски со свежим вкусом очень интерес вдруг почувствовал грушу во вкусе мы чувствуем какое-то дерево залезли даже на официальные сайты там написано что-то вереск ну мы с вами станет вереской дегустировали возможно это вереской это очень вкусно это очень необычно и бруклади бео барли 2009 сподвигает меня купить еще какой-то виски это будет не октамор это будет какая-то вот такая линейка бруклади потому что ну очень поразил и хочется что-то еще попробовать от бруклади друзья это было очень вкусно я вам очень советую ну очень это не то слово я вам советую купить этот виски попробовать это действительно достойный виски по хорошей цене до новых встреч ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь кто не подписался оставляйте комментарии